МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для начала хотелось бы узнать, мне всегда было интересно, насколько вообще в нашем городе востребована такая профессия, как художник-дизайнер? Мне трудно судить. Я думаю, что судя по тому, как город строится, сколько объектов открывается, я думаю, что это достаточно востребованная профессия. Кира, а как случилось, что вы попали в эту профессию? Да это, знаете, как карма. И ты выбираешь, а тебя выбирают, видимо, так. Я не могу сказать, что я как-то мечтала быть дизайнером. Но вот так случилось, что я закончила училище художественное, работала во многих рекламных агентствах сначала. А потом как-то так получилось, что мне предложили сделать интерьер ресторану. И со своим страхом внутренним я взялась за эту работу. Она получилась. Потом мы сделали второй такой же ресторан. Потом третий, потом четвертый, потом пятый, потом шестой и так далее. Ну и как бы, не знаю, не мне судить. Ну, судить, наверное, людям, которые ходят в мои рестораны. Ну, мне кажется, что получается достаточно уютно, тепло, хорошо. А уж то, что там потом великолепная кухня в этих ресторанах рождается, это еще как бы делает их более популярными в Рязани. На что вы стараетесь делать акценты? Какой выбираете стиль для того, чтобы людям было комфортно находиться в тех помещениях, которые вы оформляете? Ну, у меня несколько стилей для ресторанов. Для одного бренда я использую эко-стиль, природные материалы, камень, дерево. А некоторые – это рестораны истории. То есть я начинаю с названия и потом как бы пишу такую небольшую книжку. У меня как бы ресторан получается сначала название, потом логотип, потом история того, что в этом ресторане могло произойти, как вот в среде. И получается, что как бы сама цепочка такая друг за дружку, все цепляется, 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 потом детали, и как-то в результате вот получается такая история, которую можно ходить, рассматривать, читать, догадываться, находить какие-то интересные такие нюансы. Ну, как бы я хочу сделать такой небольшой квест для человека, чтобы он, придя в ресторан, не только вкусно покушал, но и интересно еще что-то такое увидел для себя, удивился, может быть. Мы сейчас с вами находимся в ресторане, который, опять же, вы оформляли. Вот что здесь можно увидеть интересного, какую здесь можно узнать историю, и что может привлечь посетителей помимо кухни? Ну, это японский ресторан, и это, скажем так, моя история о Японии. То есть, как я себе ее представляю, я никогда не была в Японии, но вот, на мой взгляд, Япония такая, очень натуральная, очень романтичная, с массой таких интересных деталей, с какой-то своей такой удивительной средой, в которой хочется быть, с каким-то своим освещением, вот, с какой-то своей такой фантазийной ноткой, где каждый человек может для себя что-то такое открыть про Японию. Вот, в общем, это мой рассказ о Японии, какая вот она у меня внутри. Кир, наверное, у каждого художника есть какая-то своя индивидуальная подпись, да, которую он ставит на работах. У вас есть нечто подобное? Ну, да, я на всех своих объектах ставлю маленький логотип, фигурку ящерицы. Это, как бы, история такая детская, еще с детства моего ребенка, моей дочери. Вот, мы гуляли однажды в лесу, и ее укусила ящерица. И она так кричала, вообще ужасно испугалась. И я, чтобы ее как-то успокоить, взяла эту ящерицу в руки, и она по руке перебежала и уселась у меня на плечи. И как-то мне показалось, что ящерица – это такое какое-то удивительное мудрое существо. Оно умеет и защищаться, и оно умеет преображаться, и быть добрым, и быть красивым, и быть мудрым. Вот, и я взяла это за свой символ, как бы, сейчас все свои объекты обозначают вот этим вот маленьким символом ящерица. Вы можете сказать, что на сегодняшний день для вас является, не знаю, основной работой стоит на первом месте? Ваше занятие дизайном или все-таки галереей, которая не так давно в нашем городе открылась и радует рязанцев очень яркими, необычными выставками? Вы знаете, я думаю, что мне в жизни вот вообще повезло. И в частности повезло в том, что моя работа доставляет мне, в общем, невероятное удовольствие. И как создание дизайна, и также вот сейчас ведение галерейной работы. Я просто вот каждое утро прихожу в галерею, и мне хочется просто петь. Даже если я пришла в плохом настроении, у меня сразу такая планка повышается, я радуюсь, веселюсь, переставляю картины, вещи. И то же самое, когда я прихожу на работу, я сначала прихожу в бетон, просто в бетон. И когда я вижу, что вот это вот каждый день все преображается, благодаря вот моей бригаде, вообще удивительно совершенно, как это все каждый... Я даже, знаете, у меня такая есть штука, я каждый день снимаю панорамное фото, и потом просто накладываю с одной точки, встаю и снимаю, и потом накладываю, и получается такой мульт. Как это все преображается вообще вот как мановением... Я даже хочу фильм такой сделать, мановением какой-то волшебной палочки, какого-то волшебника, все это так преображается, преображается. И это тоже удивительное ощущение, потому что, ну, ты понимаешь, что ты творец. И я думаю, что это именно то, для чего человек создан на Земле. В физическом своем обличии быть творцом. А когда и каким образом у вас родилась идея открыть галерею именно вот в таком формате, в котором она сегодня существует? Ну, эта идея вообще витала в воздухе давно. Многие мне говорили, что надо сделать это все. Мне именно... Вот. Ну, я не понимаю, почему, но как бы так получилось, что я однажды ночью проснулась и поняла, что надо действовать. Я утром проснулась и позвонила нескольким художникам, которых хорошо знаю, и сказала, вот не хотели бы вы представить свою работу. И все как-то охотно очень пошли мне навстречу. И как-то, знаете, в течение месяца пространство преобразовалось. Мы сделали вдвоем с дочерью ремонт. Вот. Начали потихонечку все завешивать картинами. А потом как-то как река. Вот. Она наполняется, наполняется, наполняется. И сейчас уже такое удивительное какое-то пространство получилось. И выставки, и люди подтягиваются со всей России. Уже не я их ищу, они меня ищут. Вот это очень приятно. Какую основную цель вы сейчас видите перед собой? Какие задачи ставите именно в плане работы галереи? Ведь на сегодняшний день, пожалуй, это единственное место в Рязани, где можно познакомиться не только с работами рязанских художников, но и художников со всей России. Мне хочется, чтобы люди понимали, что когда в интерьер вносится именно произведение искусства, живое, интерьер преображается и делается каким-то духотворенным. Одно дело, когда интерьер так по гостиничному оформлен, ну, и висит какая-то фотография, какой-то постер, это одно. Когда в доме появляется произведение рукотворное, дом преображается и делается живым. Он начинает греть, он начинает создавать какой-то свой такой удивительный, удивительную ауру, в котором человеку очень хорошо и тепло жить. И вот все мои интерьеры я стараюсь украшать именно настоящими произведениями, картинами, там, скульптурой, керамикой, даже шторой иногда мы заказываем авторские, чтобы это согревало человека, живущего в этом доме, приходящего на этот, скажем, ресторан или в этот офис. Ко мне иногда обращаются за тем, чтобы я сделал офис. Потому что человек в офисе проводит большую часть своей жизни. И сидит просто в каких-то холодных серых официальных стенах, ну, просто выматывает, на самом деле. Я сама через это прошла, я работала в офисных помещениях, это ужасно. И иногда достаточно просто поменять, например, свет в офисе, и заменить шторы, и повесить пару картин. И уже люди себя совершенно по-другому вещают, они как-то совершенно по-другому, уже и работоспособность у них другая совершенно, и они как-то охотнее ходят на эту работу. Ну вот я уже с этим много раз столкнулась. Ну что ж, Кир, большое спасибо, что вы согласились сегодня с нами встретиться, спасибо за интересную беседу и за то, что вы делаете для нашего города. А вам спасибо за то, что вы интересуетесь так живо нашим творчеством, нашей галереей. Это очень радует, что в Рязани есть такое телевидение, которое следит за такими вещами. Спасибо за теплые слова, и надеюсь, скоро увидимся вновь. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин